До того момента, как я стал поваром, меня мучил один вопрос. Как же так получаются такие скрученные, красивые, резные, в форме еловой шишки кальмары? Потом я выяснил, как это делается, и сейчас расскажу вам. Что нам нужно знать? Кальмар, соответственно, имеет вот такую форму чулка, его называют чулком. Мы должны взять, во-первых, длинный нож, разрезать кальмара вдоль и вывернуть его. То у нас мы видим внутри, видим там всякую ерунду, которую нам нужно отсоединить, выбросить в мусор. Все, кальмар чистый. Так вот, именно с внутренней стороны, не с внешней, мы должны его надрезать. Как мы его надрезаем? Почему я вам сказал про большой нож? Мы берем, можно придерживать пальцем, но нужно делать это, в общем, в любом случае аккуратно. Мы делаем разрез не до конца, но не ровный разрез, а под углом. Делаем так, чтобы нам не прорезать кальмара насквозь, нужно только половинку. И вот таким образом мы подрезаем его по всей длине. Контролируем процесс пальцем. Не торопитесь никуда, прям отступая буквально 3-5 миллиметров друг от дружки, делайте разрезы вот такие вот вдоль всей тушки. Но учтите, как я уже сказал, не прорезайте его до конца, а только лишь наполовину. Так, прорезали. Вот смотрите, что у нас получилось. Видите, тушка кальмара как бы надрезана изнутри, вот так наискосочек. Именно длинный ровный нож нам позволяет сделать такие красивые тонкие надрезы. Делаем вторую линию надрезов, но уже поперек тех линий, которые мы сделали. То же самое, наискосок, отступая 3-5 миллиметров. То есть пару-тройку кальмаров порежете, у вас уже рука будет набита, и вы сможете превзойти меня и всех китайских мастеров, которые делали это всю жизнь. Все. Теперь что мы делаем? Теперь мы нарезаем нашего кальмара на полоски, ну на кусочки. То есть нам, мы же, ну получится, что мы должны будем получить какие-то определенные кусочки из кальмара. Оп, вот так давайте сделаем. Вот так сделаем. Вот эти, наверное, пополам порежем. У меня в сковороде нагревается растительное масло, без запаха, без аромата, без вкуса. Оно нагреться должно сильно. Смотрите, масла у меня довольно много. Ну, как может показаться, хотя многие хозяйки льют прям реально так, чтобы закрыло все дно. Нет, так нам не надо, но масла должно быть достаточно для того, чтобы все кальмары одновременно могли схватиться и, соответственно, завернуться так, как мы им рекомендовали сделать. Я нарезанные кальмары переложил в чашечку, сразу же нашинковал сверху чеснока довольно крупно, чтобы кальмары сразу же обжаривались вместе с чесноком. Это все будет происходить буквально там считанную минуту-полторы. Дальневосточный кальмар очень мягкий, его не нужно варить или жарить очень долго, достаточно 30-40 секунд, ну максимум минута, потому что у нас здесь кальмаров 3 штуки, температура сковороды упадет, потом нужно будет ее приподнимать и так далее. Отправляем сюда кальмаров. Кальмар сразу начинает обжариваться вместе с чесноком, аккуратно, чтобы ничего у нас не обрызгало. Видите, из-за внешней части, внешняя часть шкурки кальмара начинает стягиваться и выворачивать сковородки не хватает температуры. Добавляем сюда томаты, перец, соль и немного лимона. Лимон обязателен, морепродукты любят лимон. Кальмары выкладываем на тарелку. У нас получилась вот такая вот горячая закуска с томатами, кальмары. Не все кальмары, конечно, у нас вывернулись, но ничего страшного. Такое бывает. Большая часть все равно у нас превратилась в прекрасные такие еловые шишки, как их называют сами китайцы. Дальше нужно сделать вот что. Забрать сок от кальмаров в чашечку. Все, что выделилось от томатов и кальмаров. Сюда мы добавляем буквально пару капель табаско. Обязательно оливковое масло, настояное на травах. И немножко сока мандарина. Все это перемешиваем. И, соответственно, поливаем их вот этой заправкой, которую мы приготовили на основе сока, масла, табаско и сока мандарина. Прям поливаем вот таким образом, так, чтобы кальмары у нас пропитались дополнительными ароматами. Получилось великолепно. По вашему желанию, вы можете украсить это блюдо черным кунжутом или яркими специями. В общем, добавить то, чего вам бы хотелось. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Василий Миляненко. Приятного аппетита! С вами был Игорь Негода.